Учителя естествознания по оценке динамики образовательных результатов на примере одного из инструментов. И прежде чем представить своих коллег, я сделаю напоминание технического плана. Всеобщие тексты приветствия. Вопросы технического характера мы пишем во вкладке «Общий чат». Вопросы содержательного характера ведущему вебинара мы задаем во вкладке «Вопросы». Сегодня с нами работают Владислав Николаевич Галимов, учитель биологии гимназии «Универс». Техническую поддержку осуществляем мы Татьяна Владимировна Смирнова и я, Дарья Анатольевна Кузьмина, инженера Центра обеспечения информационно-образовательной модификации. Также хочу напомнить, что все материалы сегодняшнего вебинара, это презентация, это запись вебинара будут доступны на сайте ipk.ru в разделе «Вебинары» под названием данного вебинара. Ну а сейчас передаю слово Владиславу Николаевичу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня уже представили, поэтому лишний раз этого делать не буду. Я очень рад встрече с вами на этом вебинаре, посвященном теме читательской грамотности. Мне вообще очень радостно, что достаточно много моих коллег, в том числе и учителей биологии, подключаются к этому важному процессу. Ну, для начала давайте, как это, наверное, и положено, попробуем определиться с тем, о чем мы с вами будем говорить. Ну, слово «чтение» для нас, для учителей, очень часто это процесс декодирования букв в звуке. И еще очень часто ассоциируется именно с чтением вслух. Ну, на самом деле, когда мы говорим о читательской грамотности, ну, конечно же, нужно говорить о способности человека понимать и использовать именно письменные тексты. И использование их не только для обучения, а практически они будут использоваться на протяжении всей жизни человека для профессиональной деятельности, для социальной жизни, для получения удовольствия, в конце концов, а чтение – это тоже совершенно замечательная вещь. Читательская грамотность, мы с вами совсем не зря, в общем-то, говорим о ней. Дело в том, что есть такое мнение, что средний уровень читательской грамотности населения страны способен лучше предсказать экономический рост страны, чем обобщенные показатели учебных достижений. Ну, вот те показатели, которыми мы очень часто стремимся, это наши показатели качественной абсолютной успеваемости и им подобные. Так что значимость именно этого метапредметного результата для нас чрезвычайно важна. Если говорить о вгусах, нельзя о них не сказать, когда мы заговорили о читательской грамотности, то очень важно, что средствами наших учебных предметов, ну и биологии в том числе, мы достигаем таких результатов, как умение определять понятия, для естественных наук, безусловно, важное. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. Но об этом я чуть позже и поподробнее поговорю. Смысловое чтение. Ну, не будем здесь особо углубляться в это понятие, просто остановимся на том, что это чтение со смыслом, чтение с приниманием того, что ты делаешь. И осознанно использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации, коммуникативная компетентность, конечно, здесь также имеет место быть. Что касается умений читательских, в принципе, практически все авторитеты Галины Анатольевны Цукерман и ее работы по анализу результатов ПИЗа, собственно, и само исследование ПИЗа выделяют три основных. Мы сегодня будем часто их использовать, поэтому поподробнее разберемся, что это такое. Ну, во-первых, умение искать и извлекать информацию. Или там первая группа умений, умение первого уровня. Второе – это умение связывать и толковать информацию. Вторая группа умений или второй уровень умений. И умение третье – умение осмысливать и оценивать письменный текст, содержание его формы – это третий уровень умения. Но, как считается, допустим, в нашей гимназии поставлена такая цель, не всегда, правда, она легко достижима, то, что выпускник начальных классов, он должен осваивать читательскую грамотность на втором уровне. Ученик, выпускник основной школы – на третьем уровне. Ну, задача действительно непростая, но стоит к ней вообще стремиться, к ее реализации. Ну, давайте по порядку. Вначале для умений первого уровня. Каким образом можно, работая с текстами, формировать это умение, и какие инструменты использовать педагогу для того, чтобы с этим работать. Ну, вот здесь в таблице представлены форматы вопросов, которые соответствуют первому уровню. То есть, кто, что, как выглядит, где, когда, сколько, в какой строке, в каком абзаце. Это тоже важно. Два вот этих последних вопроса. То, что мы очень часто используем – определить, обозначить, перечислить. Ну, и далее вот эти все глаголы, которые мы используем с вами для того, чтобы дать задание ребятам, они относятся именно к первому уровню читательской грамотности. Ну, такой пример. Следование или создание инструкции. Ну, я как учитель биологии такой пример могу привести, что, вот, в основном, тоже это часто бывает, на лабораторных и практических занятиях дети в основном занимаются по инструкциям, которые мы им раздаем. И очень легко вот здесь можно наблюдать сформированность первого уровня грамотности чтения, исходя из того, как они следуют этим инструкциям. Как правило, они составлены предельно понятно, предельно логично. И если ребенок не всегда способен ориентироваться в ней, то это повод для того, чтобы в этом направлении серьезно поработать с ними. Ну, вот, очень интересный вариант, когда мы просим показать ответ ну, какими-то жестами, например, пальцами, количеством пальцев. Ну, это, во-первых, хорошо для понимания того, все ли дети в группе или в классе вообще включены в процесс работы. Очень часто так бывает, что результат, который вы видите перед собой, он не одинаковый. Кто-то из детей показал один, кто-то два, кто-то три. Здесь есть очень хорошая возможность для учителя поработать с ответами неправильными, понять, почему они возникли. И в дальнейшей работе пытаться корректировать то непонимание или те ошибки ребенка в понимании, которые возникают. Ну, и вообще это достаточно эмоционально, это позволяет сэкономить и время, в том числе на уроке, так что очень удобно. Еще очень удобный прием, когда можно попросить ребят пальцами показать размеры. Допустим, размеры живого существа. Ну, то, что инфузория туфелька может быть размером примерно до 0,5 мм, ну, это не очень может легко восприниматься. Но когда попросишь показать это на пальцах или размер самой крупной инфузории до 5 см, то тогда вот эта ситуация уже становится более понятна и легче обсуждать этих животных, когда примерно представляются их размеры. Ну, еще можно также вот телом, жестами показывать соотношение каких-то явлений или процессов. Ну, например, когда при увеличении размеров тела относительно площадь поверхности существа уменьшается. Это не очень легко понимается на словах. Иногда, вот особенно для ребят помладше, это 5-6 класс, очень удобно показать это при помощи рук. То есть буквально как на физкультуре, когда вы поставите руки и попросите их сделать там при увеличении размеров тела, относительная площадь поверхности уменьшается. Ну, то есть вот такое запоминание, оно, в общем-то, во многом помогает понять и уловить эти закономерности. Так, далее. Ну, вот это то, что практически наш один из основных, основной хлеб вычитывания информации из таблицы. Очень часто мы таблицы используем, либо вот такие большие, либо поменьше, но умение выбрать из таблицы нужную информацию, это тоже очень хороший показатель. Кстати, не всегда первого уровня, это может быть и более сложные вопросы, но это все зависит от того, как поставить вопрос к этой таблице. Значит, табличные данные очень хорошо использовать, когда вы... Ну, вот один из примеров, его, правда, нет в этой таблице, но биологам он хорошо знаком, когда полностью заполнена таблица, например, по составу первичной, вторичной мочи и плазма крови. И колонки перемешаны между собой, нужно просто подписать, для чего, где какие данные находятся. Вот в этом смысле это будет задание первого уровня, достаточно несложно. То есть можно по-разному играть с данными таблиц, не просто использовать их как иллюстрацию чего-то, а пробовать задавать вопросы. Вычитывание информации с диаграмм. Ну, вот у меня, допустим, свежо воспоминание, когда мне пришлось студентам, я, правда, не знаю, какого курса, но думаю, что старше третьего, объяснять, что такое круговая диаграмма. То есть, ну, очевидно, так случалось, что в их школьной жизни им не удавалось работать с диаграммами, и если они их и видели, то просто как иллюстрацию в учебнике, в учебнике, с которой они никогда не работали. Но на самом деле представление информации в виде диаграмм настолько часто встречается, что не уметь с ними работать, ну, это, наверное, уже просто даже не очень прилично. Очень хорошо, когда вот такие вопросы, которые представлены на слайде, задаются к диаграммам, и когда обсуждается, каким образом был получен результат. Но другой вариант, когда можно на основании текстовых данных просить составить диаграммы. хорошо, если их несколько для сравнения, и хорошо очень, когда текст для диаграммы представлен в разных форматах. Ну, например, наряду с процентами, которые указывают долю чего-то, используются, ну, настоящие доли, допустим, две трети, одна вторая. Если все это в одном тексте, и дети видят, что вот эту информацию можно использовать для построения диаграммы, но это тоже очень неплохо. Вычитывание информации из разреза, среза или микрофотографии. Ну, это то, с чем нам приходится работать очень часто. Я хотел бы показать некоторые приемы, связанные с этим, умением, ну, можно сказать, практически. дело в том, что очень часто проблема работы с этой информацией заключается в том, что непонятно, как это изображение было получено. То есть, оно откуда вообще взялось, почему вот так. Ну, например, то есть, вот это так видно. Это губка. То есть, вот так она выглядит. Морская, достаточно симпатичная. Очень многие губки выглядят в форме чаши, кувшина, вазы. Ну, такой рисунок особого понимания не требует. Вот, когда ребенку, допустим, предъявляется губка вот такая, безусловно, возникает вопрос. Как эта замечательная чаша или ваза, которую мы видели на предыдущей фотографии, превратилась вот в эту клешню рака. То есть, для того, чтобы научиться читать такое изображение, нужно, безусловно, показать, оно вообще, как появилось это изображение. Но, на самом деле, вот это срез губки, но нужно еще показать разницу между срезом и разрезом. Это тоже иногда бывает достаточно сложно. Ну, я бы хотел показать это на примере вот той губки, которая у меня в руках. Вот эта губка, вылепленная детьми, может быть, не идеально, но достаточно неплохо. Значит, для того, чтобы получить разрез губки, значит, нам нужно буквально разрезать ее на две части. То, что мы получили, это называется в биологии разрез. Ну, то есть, по сути, если уж совсем просто, и ребятам можно так, в принципе, объяснять, удалить, скажем, переднюю стенку, переднюю часть, все, что остается, это разрез. А теперь для того, чтобы получить срез этого же самого существа, говоря тем же упрощенным совершенно языком, нужно удалить и заднюю стенку того же самого. Тогда у нас получится срез. Вот, когда мы с вами это покажем, буквально на классе, буквально таким пластилиновым макетом, моделью, тогда, в общем-то, и уже до того, как вы закончите эту работу, вы дадите возможность детям высказаться, то тогда они сами скажут, почему так получилось, почему вот эта кришня такая, это собственно есть губка, она вот таким образом получена, это ее срез. С этой самой губкой возникает еще несколько вопросов, я хотел бы вам задать сейчас, а вы попробуйте на них ответить. Сейчас, если можно, вот это покрытнение можно сделать? Так, она не очень явно правильна. на срезе губки я объел один из ее участков, не очень хорошо видно, ну да, видно, хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько здесь отведено клеток? не скажите, напишите. Можно это сделать в чате. нет ответа. Нет ответа. Ну, это так называемые трубчатые клетки у гидры. На разрезе, простите, на срезе, кажется, что их две. И дети, как правило, опять-таки, используя вот этот прием ответа пальцами, они отвечают, ну, чаще всего две. Кто-то ответит одну, кто-то ответит, может быть, случайно больше, но, как правило, они не могут объяснить, а почему вы так считаете. Две понятны, я их вижу две, значит, они и есть две. Здесь придется, опять-таки, показать им, как на этом срезе губки были получены эти две клетки. То есть, если взять, ну, такую пластилиновую трубочку, ее можно разных размеров делать, можно покороче, чтобы было проще, и приготовить из нее, опять-таки, прямо вот перед классом срез. То есть, вот, на самом деле, вы понимаете, там одна клетка, одна единственная, трубчатая. Но выглядит она так, что их там как будто бы две до тех пор, пока вы не покажете, как вы получили эту картинку. То есть, если вы делаете срез, удаляете переднюю и заднюю стороны губки, то у вас получится, так, очень сложно здесь показать, у вас получается вот два таких кусочка. Это и есть вот эти две, якобы, клетки на срезе губки. То есть, она на самом деле одна, но при приготовлении среза выглядит как две. То есть, ну, работая вот с разрезами, срезами, на самом деле, наверное, есть смысл потратить, может быть, кажущееся дополнительное время для того, чтобы объяснить, каким же образом они получаются. Еще, кстати, удачно вспомнил, коли я тут с пластилином завел работу, вообще мы иногда зря в основной школе отказываемся от пластилина, от того, чтобы лепить пластилина. Во-первых, ребятам нравится это, сразу детство вспоминается. Во-вторых, это позволяет, ну, в общем-то, очень наглядно представить, как на самом деле выглядят или живые существа, о которых мы говорим, или отдельные клетки, фрагменты тел. Очень показательная ситуация с, допустим, с гидрой, ой, простите, с инфузорией. Подавляющее большинство людей и детей в самом начале работы, изучения биологии, на просьбу вылепить инфузорию, у нее прекрасно с ней справляются, делают ее в форме туфельки, многие даже припомнят, что там есть ядра, веснички, но допускают всегда одну единственную ошибку. Лепят ее плоской. И на самом деле это не так. Вообще в живой природе очень мало плоских объектов, или кажущихся плоскими. Инфузория совершенно к их числу не относится, она такая же объемная, как и масса других организмов, и на самом деле по форме напоминает скорее авокадо, или что-то такое вытянутое, веретено еще очень хороший пример для описания формы. И для многих это становится откровением. Кстати, в дальнейшем можно проводить даже такие простые диагностические работы, особенно когда обсуждается одноклеточная, когда, используя текст, вылепить это живое существо, либо по каким-то другим источникам информации, то это очень показательно будет, какую же они вам слепят. Так, вот это то, что с вычитыванием информации. Так, вычитывание информации из схемы. Ну, тоже предельно часто использующаяся форма представления информации. Мы с вами очень часто просим детей составлять схемы, как выполнение какого-то задания, либо работаем со схемами, чартим их на доске. И здесь тоже очень важно пояснять, рассказывать, объяснять, как работать с этой информацией, как правильно составлять схему, что это такое вообще, как выбирать оттуда необходимую информацию и использовать это умение в дальнейшем, допустим, при написании лекции, при вообще работе с текстами. Схемы там встречаются очень часто. Вот это все, что мы говорили, это мы говорили в основном о умениях первого уровня, то есть искать и извлекать информацию. И как в некоторых случаях можно работать с формированием такого умения. Следующее – это умение связывать и толковать информацию. Ну, опять-таки, вот это то, что касается в левой колонке вопросов, какие можно задавать классу для формирования, даже диагностики таких умений. Какова главная идея, какой пример соответствует, что это означает, чем похоже, чем отличается, почему, как, что делает. То есть здесь уже, как вы понимаете, чаще идет речь именно об объяснении, переформулировке чего-либо, проведении своих примеров, переписывании другими словами. Ну, например, еще один из вариантов того, как с этим можно работать – это неплохо работается с определениями каких-то процессов. Ну, например, если, работая с текстом, ребята находят новое такое применение ферментов, как биосинтез, то на основании этой информации можно попросить их каждого сформулировать это понятие, потом обсудить, выбрать лучшее. То есть в этом случае это будет вполне себе хорошая работа для второго уровня. Восстановление целостной картины каких-либо процессов, но это достаточно распространенное у нас такой инструмент, когда необходимо поставить пропущенные слова в тексте, может быть с использованием чего-либо, а в этом случае это будет восстановление целостной картины. Толкование или связывание, что напрямую соответствует этому умению, текст, в данном случае это текст, если не ошибаюсь, исторический, для того, чтобы ответить на эти два вопроса, которые здесь представлены, по-хорошему нужно будет связать два обозначения времени, которые здесь представлены, и что-то посчитать. То есть в этом случае это будет речь идти о связывании и толковании. Создание итогового текста. У нас вообще дети мало и неохотно пишут, если речь идет о создании чего-то нового, итогового текста, то здесь тем более сложности возникают, но на самом деле мы все прекрасно понимаем, как это важно. Пример я могу здесь привести вот какой. Когда мы обсуждаем значение испарения для растения, явно определяется одно значение, такое как испарение для охлаждения тела растения. Здесь легко аналогии с животными привести. А вот то, что касается остальных значений этого процесса, тут сложнее. И мы просим написать этот трактат о смысле испарения в обе растениях, в котором они... Ну, трактат это вообще сочинение, посвященное одному вопросу, одному аспекту иногда. Трактат о форме снежинок, например. В данном случае трактат о смысле испарения в обе растениях. И там, используя уже появившееся доказательство того, что испарение нужно для охлаждения, появляется масса догадок, предположений, гипотез, с которыми очень хорошо работать дальше, которым можно после изучения этого вопроса вообще вернуться. Очень важный прием, когда мы возвращаемся к тому, что мы делали когда-то и смотрим, а что изменилось вообще с нами, с нашим пониманием, с нашим знанием после того, как мы прошли какой-то путь. И посмотреть, насколько ребята были правы. И очень часто это для них очень хорошая мотивация, что я смог предсказать это, может быть, даже угадал, но угадал правильно, и вот мы, изучив все это подробно, пришли к тому же самому выводу. Для них такое тоже достаточно значение. И, наконец, третья группа читательских умений, непонятно, нужная, это осмысливать и оценивать. осмысливать можно разные вещи, можно и содержание формул, но вот здесь я чуть раньше говорил о коммуникациях, о коммуникативной компетентности. Здесь эта компетентность очень явно появляется, без нее здесь вообще в принципе невозможно работать. Ну, вот хотя бы то, что связано с сравнением, противопоставлением с личными нормами и мерами с точки зрения, умение аргументировать свою точку зрения, умение убедить оппонентов. Ну, вот очень интересное здесь задание, которое показывает не только сформированность умений, но и коммуникативную компетентность, очень хорошо показывает иногда даже кто в классе является лидером, а кто наоборот способен идти на поводу, это когда допустим на пару дается два текста. Они абсолютно одинаковы за исключением допустим одного абзаца. Ну, как пример из практики мы обсуждаем такое животное трихоплокс это пластинчатое животное низшее многоклеточное и обсуждаем способы его питания. вообще два способа питания есть. И в текстах то, что касается описания трихоплокса, никакой разницы нет. Все абсолютно одинаково. А вот то, что касается описания способов питания, оно разное. Один и второй способ представлен. на разных карточках. Детям предлагается почитать текст, разобраться с тем, как питается трихоплокс и рассказать, объяснить друг другу, как, собственно, этот процесс происходит. И затем, после того, как время, отведенное на работу, заканчивается, пара представляет свое консолидированное решение, как же питается трихоплокс. Это делается очень быстро, то есть я обхожу быстренько все порты и просто задаю вопрос, как он питается спиной или брюхом. Есть два варианта, в одном участвует спинная часть, в другом брюшна, и они мне отвечают. идеальный вариант, когда пара понимает, что были два разных текста, умеет договориться и понять, что у трехоплокса два способа питания. Но так бывает, как вы понимаете, далеко не часто. Хорошо, если два, две, три, четыре пары в классе смогут это сделать. Иногда не бывает ни одно. Как правило, те, кто либо прочитал невнимательно, либо сидит рядом с отличником, считают, что он-то точно прочитал правильно. И отличники я имею ввиду. И значит, нужно ему верить, он же всегда правильно говорит. Ну, а я, может быть, что-то недопонял и вообще часто ошибаюсь, боюсь ошибиться, и вот давай-ка примем его точку зрения. Ну, а бывают такие же подростки вполне себе авторитарные, которые способны своим мнением просто придавить мнение другого товарища или убедить его в том, что он неправ. Так что здесь очень хорошая почва еще для не только биологических наблюдений, но и наблюдений за взаимоотношения в группах, классах, парах и так далее. Очень интересная вот работа. после того, как мы изучили тему со своими учебниками, учебными пособиями, иногда мы делаем такой ход. учебниками, сейчас сильно крамольную вещь скажу. Дело в том, что мы используем старые учебники, мы их все храним, не выбрасываем никуда. Почему крамольную? Потому что я недавно услышал, что учебники старше 2000 какого-то года использовать нельзя. мы продолжаем работать и с замечательными учебниками Холчагины, ботаника 6 класса, и многими другими менее замечательными. Так вот, детям дается возможность почитать эту же тему, но в других учебниках. И мы им даем задание. Что вам непонятно, вы просто выберете, выпишите на уровне терминов или на уровне того, что непонятно объяснялось в этом учебнике. Какой-то процесс, например, процесс клубочковой фильтрации вы работая в классе поняли, разобрали, считаете, что в нем ориентируетесь, а вот в этом учебнике там что-то так все запутано, забраться достаточно сложно. Также мы просим обратить внимание на иллюстрации, которые в этих учебниках приводятся, насколько они понятны, насколько они правильны, даже иногда, насколько они вообще уместны. Мы просим их написать такие советы художнику, которые оформляют этот учебник. наверно, это одна из самых таких популярных форм работы у детей. Им всегда очень интересно сравнивать и отягощенными собственными знаниями посмотреть, а как же там в других учебниках разберусь я там со всем этим или нет. Что самое интересное, они находят там ошибки. Но учителям биологии особо объяснять это не нужно, что, например, та же ситуация, работа нефрона, она возможна только по той простой причине, что диаметр приносящей артериолы больше диаметра выносящей. Только в этом случае там создается избавление на патериарном клубочке и далее по тексту. В одном из учебников, кстати, до сих пор использующемся, была найдена ошибка, где обе артериолы показаны по одинаковым диаметрам. Причем это вот примерно такой же крупный рисунок, какой представлен сейчас на слайде, там все это очень четко видно. То есть в этом случае понятно, что мюфрон никакой своей функции выполнять не будет. И детям удалось это увидеть и заметить. Что, конечно, не украшает авторов и редакторов этого ученика. Ну, вот такой вариант возможен. Ну, в каких темах? Ну, это, например, когда мы человека изучаем тема там щелорительная система. Очень неплохо можно поработать с этим. Либо, вот я уже сказал про выделительную систему, ну, либо любая из тем, которая представляется, допустим, в курсе человека. так что даже ставим учебники чрезвычайно полезны. Далее. Осмыслите и оценить. Значит, здесь я вот уже о многом сказал, что здесь может быть использовано. но вот здесь еще говорится о такой экстраполяции в будущее. Что дальше-то? Ну, простой пример буквально с сегодняшнего урока. Мы обсуждали с 8-м классом плазмолиз и диплазмолиз. Ну, такой вопрос, немудреный вопрос, конечно, но тем не менее, что будет, если те же клетки кожицы шеи и лука на долгое время оставить солевому астрологу. Ну, как пример того, что космыслите и оценить. что нового для меня есть в тексте, ну, это тоже очень часто можно использовать. Опять-таки, свежий пример буквально с урока. С 9-м классом те самые ферменты мы обсуждали. и перед тем, как обсудить, я попросил их записать, а что они вообще знают о ферментах из предыдущих курсов биологии. Ну, ферменты же встречаются не только в общей биологии, но и при изучении организма человека, и вообще достаточно популярный термин биологии. Ну, вот они начинают вспоминать, они вспоминают естественные фернила, они вспоминают биологичный сок, они может кто-то вспомнить, что фермент это белок, они могут вспомнить, что в данном случае фермент работает как такой инструмент, как ножницы, то есть кто-то разрезает крупные молекулы до более мелких и так далее. И затем после того, как мы проговорили про редубликацию ДНК и про участие здесь ферментов, значит, я прошу их записать собственно, что нового появилось в знаниях ферментов и появляется по всему прочему такая ситуация, что кроме такого инструмента для разрезания иногда ферментов как в случае с редубликацией выступает в роли степлера, когда он не разделяет крупные молекулы до более мелких абсолютно противоположным смысле выступает. И здесь как раз можно поговорить о биосинтезе, о которой мы говорим чуть выше. так значит ну вот здесь пожалуй так работа с точками зрения ну вообще это очень важный элемент вообще культуры человека умение работать с точками зрения прежде всего услышать эти точки зрения понимать в чем они заключаются сравнивать их со своей точки зрения чем они отличаются и чем они исходны и биология предоставляет огромное поле деятельности здесь я уж не говорю о нескольких примерах которые здесь приводятся ну к примеру да вот третий построите объяснение происхождения ластов морских котиков с точки зрения ламарка и с точки зрения дарвина ну вот собственно тоже отличный вопрос когда можно понять я знаю что биологи очень часто его используют когда можно понять что ребята вообще разницу понимают между теорией ламарка и теорией дарвина и важно не просто их понять но и умение сравнить объяснить обобщив то что то с чем работали на уроке еще пожалуй более важно поработать с точками зрения на какие-то современные открытия в биологии вообще биология уже наука остро современная пожалуй если не обиделись другие научные дисциплины самая быстро развивающаяся наука которая буквально на острове находится может не вся биология но во всяком случае некоторые области и очень часто появляются тексты информация неоднозначных открытия которые можно очень хорошо пообсуждать с вами разные точки зрения и здесь вполне себе хорошее поле для дебатов если кто использует этот формат например раньше когда ломали копию по поводу клонирования человека очень часто использовалась эта тема в дебатах вообще насколько это возможно клонирование человека тема вроде бы сугубо биологическая но как многое вообще в науке неизбежно затрагивает вопросы философские подросткам вообще свойственно профилософствовать так что здесь действительно будет интересно это ну или например какие-то новые совершенно неожиданные открытия биологические что там может быть например то что связано с альтруизмом микроорганизмов можно вполне себе сравнить с более высокоразвитым человеческим обществом посмотреть как это все проявляется или теория РНК мира о которой тоже достаточно много говорили но более старшими ребятами тоже вполне можно пообсуждать насколько это возможно то есть здесь умение свою точку зрения грамотно высказать аргументировать не скатываясь на личности умение выслушать выбрать здравое зерно что-то взять для себя согласиться для опровергнуть огромное поле деятельности для этой работы так оценка чужой работы насколько я знаю ребята очень с большим удовольствием это делают оценивают чужую работу особенно лучше всего это если если эта работа анонимная то есть непонятно кто ее писал неизвестно кто ее писал и выполнив эти работы можно обменяться и попробовать оценить но всегда спрашивают а можно пятерку поставить да конечно это тоже не возбраняется отметка часто значимо но конечно обязательно нужно обосновывать свою точку зрения и в этом тоже неизвестно кто больше учится тот кто проверяет чужую работу или тот чью работу проверяет на самом деле ну как один из примеров буквально на уровне пятого класса работать с этим или нужно было составить выше говорилось тексты о потребностях животных ребенок сам выбирает животное с которым он будет работать часто очень домашних животных своих любимых выбирает но в том числе интересных заметных существ ну и вот здесь как пример описание потребностей слона очень коротко и далее оценка обоснования в работе мало информации очень скучно слишком мало просто перечислить потребности ужасный текст сабовский какой-то 5-6 классники для них сабовский возраст далекое далекое прошлое точно так же можно написать про всех животных это вот 4 мнения которые во многом совпадают либо вот такая работа но иногда часто дети оценивают это так немножко формально то есть много написал молодец и иногда не обращают внимания может быть на постороннюю информацию так что с этим тоже можно поработать и самый лучший текст правда нельзя считать обоснованным обоснованной оценкой и с этим тоже можно работать просто избегая каких-то эмоциональных оценок так оценка своей собственной работы ну это тоже такой тяжкий труд как свою работу можно оценить ребята часто впадают в две крайности или все очень плохо или все просто великолепно ну вот научить их делать это или стараться делать объективно здесь показана табличка они оценивают свою работу которую они делали по жизненным процессам уанюбы они описывали эти жизненные процессы уанюбы и им дана такая таблица для оценки где они выбирают есть ли та или иная информация в их тексте ну и соответственно понимают свои дефициты что они упустили о чем подзабыли большая работа достаточно трудно и в каком-то смысле даже диагностическая ну вот здесь я привел основные способы работы для формирования разных уровней читательской грамотности очень примерно по разным классам с первого здесь по девятый дальше на следующем страде будут остальные но я бы хотел еще вот о чем сказать как можно еще понимать кроме диагностических материалов усвоили ученики той или иной линии ну например после изучения одноклеточных животных мы изучаем они оба очень подробно мы изучаем такое малоизвестное одноклеточное можно сказать даже незаслуженно забытое потому что это одно из самых распространенных животных в нашей стране это бадок такой очень мелкий жгутеконосец который очень часто встречается в загрязненных водоемах так вот мы очень подробно разбираемся с этими двумя живыми существами с их строением клеточным строением с их функциями питанием дыханием выделением газообменом все эти процессы очень подробно а затем наступает урок на котором классу предлагаются несколько видеофрагментов несколько видеофрагментов по-новому для них одноклеточному живому существу оба инфузора туфельки видеофрагменты подобраны таким образом что там можно разобраться с особенностями строения движения с процессами то есть хорошо видна работа например сократительных руководителей можно понять за счет чего туфелька двигается то есть учитель при этом абсолютно ничего не комментирует то есть есть небольшое количество информации для учеников в виде текстов к этим видеозаписям и им предлагается используя готовые уже рисунки без подписей во-первых обозначить части клетки и кратко описать каким образом осуществляется те или иные процессы то есть вот так можно тоже диагностировать формируемые умения у учеников и не только связанные с читательской грамотностью хотя прежде всего конечно так ну вот это вот для пятых шестых и седьмых девятых те то что имеет отношение к читательской грамотности ну вот обратите внимание что появляется такое мнение как моделирование по тексту ну тоже очень серьезная вещь использование моделей в биологии без них вообще сложно обойтись ну например использование модели позволяет достаточно легко просто без временных особых затрат без серьезных усилий со стороны учеников объяснять некоторые физические закономерности ну например на вопрос почему рыба погибает на суше ну в общем-то там вполне себе явный ответ следует да там проблемы с газообменом высыхают жабры но когда начинаешь приводить аргументы в том что ну можно же решать эту проблему высыхания жабры ну например земноводные решают же проблему пересыхания кожи выделяя большое количество слизи на поверхность и в общем-то способны обитать на земно-воздушной среде а почему собственно рыбы не могли бы решать так проблему ну появляется ситуация что возможно дело не только в пересыхании газообменной поверхности может быть ситуация еще в чем-то вот здесь можно использовать модель жабы рыбы то есть это по сути просто ниточки шерсти намотанной на карандаш то есть если их опустить в воду очень хорошо видно что они там расправлены и площадь поверхности достаточно большая только вытаскиваешь из воды все эти нити слипаются в комок и очень хорошо заметно что крайне резко уменьшается относительная площадь поверхности и в этом дело в том числе и здесь кстати вот я уже говорил об использовании тела для работы здесь уменьшение относительной площади поверхности можно легко показать на руках то есть когда жабра находится в воде ее площадь поверхности можно попросить ребяту так даже обвести пальцы она вот такая большая а как только попадает на сушу то выглядит вот так если мы делаем то же самое проводим поверхности то они однозначно делают вывод о том что да относительная площадь поверхности резко уменьшилась и это в том числе нарушает снабжение организма кислородом и приводит к невозможности существования жабродышащих существ на суше и опять таки природа была бы слишком простой если бы из этой ситуации не нашла выход здесь тоже есть место хорошее для проблемного вопроса в конце концов когда приводишь примеры существ которые с жабрами живут на суше мокрицы например и предлагаешь понять как они умудрились это делать как правило дети догадываются что это жабры жесткие они не слипаются не уменьшают площадь поверхности но очевидно это не самый хороший эволюционный выход потому что такая ситуация встречается только у нескольких животных на нашей планете немногочисленной так что моделирование и связь моделирования с текстом это тоже очень большой интересный блок работы я только один пример привел что касается относительной площади поверхности мне кажется это вообще с этим нужно работать отдельно много привлекая математику привлекая модели и все остальное потому что посуде куда ни кинь всюду у нас это относительная площадь поверхности и когда вы всасывали в тонком кишечнике изучаете и когда изучаете увеличение поверхности легкого и так далее и так далее об этом стоит конечно тоже говорить так значит ну вот это то что касается читательской грамотности ну очень коротко применительно к биологии в том числе но сейчас мы сможем с вами поговорить о том задании которое выполняли то есть вам нужно было посмотреть на текст для пятого класса текст бактерий ну и как ученикам выполнить задание с первого по седьмого ну давайте посмотрим на собственно на эти задания все что здесь можно было посмотреть ну кроме того как ученикам вам нужно было поработать еще с этим текстом с вопросами как учителям то есть понять к какому уровню читательской грамотности относятся эти вопросы как они сформулированы вообще как можно с ними работать не только в плане диагностики но и в плане ежедневной постоянной работы на уроках так простите пожалуйста за паузу но насколько я понимаю все эти тексты у вас есть на руках поэтому мы можем работать в плане комментариев и ну вот у меня просто огромная просьба тем немногочисленным участникам нашего вебинара чтобы появлялась хотя бы изредка какая-то обратная связь но допустим по какому-то конкретному вопросу вы можете просто там цифра 1 2 3 скинуть как вы считаете какой группе умений относится тот или иной вопрос например или делать это каким-то очень коротким сообщением будет просто замечательно если так случится итак ну давайте начнем с первого вопроса здесь нужно установить последовательность событий и первое событие уже отмечено как вы думаете к какой группе умений первый второй или третий или к какому уровню читательской грамотности относятся данные вопросы что он проверяет какой уровень напряженное ожидание уже посыпались циферки пока до нас не дошли отлично спасибо большое Марина Марина Геннадьевна простите пожалуйста да безусловно это конечно же это первая группа то есть здесь мы имеем дело с информацией которую нужно найти в тексте она представлена в абсолютно явном виде то есть по большому счету здесь еще особенность этого вопроса почему он к первой группе относится да Галина Владимировна да спасибо большое дело в том что если вы отвечали на этот вопрос то все перечисленные события находятся в одном и том же тексте текст изучения бактерий и понятно что при более или менее внимательном прочтении никаких сложностей с тем чтобы установить эту последовательность в общем-то нет абсолютно явная информация вот если бы то же задание касалось например поиска информации из разных участков текста и может быть даже немножко зашумленная ну тогда конечно к первому уровню это бы уже не относилось то есть ну здесь все предельно понятно здесь все предельно просто так второе задание это вот мне очень нравятся такие задания детям они нравятся не очень потому что вот эта фраза не упоминается она не всегда детьми прочитывается детьми вплоть до 11 класса даже когда мы сдаем единый государственный экзамен и проверяем его понимаем что именно в этих вопросах у нас и проявляется вот это умение которое здесь диагностируется как вы думаете какой уровень здесь и какой группе умений первой второй или третьей можно отнести этот вопрос спасибо моим Геннадь вы считаете что это вторая группа Галина Владимировна у нас еще есть ответ Беляева Ольга отлично ну конечно это второй уровень конечно и особенность этого вопроса именно в том о чем я вам сказал дело в том что здесь приходится не просто найти ту информацию которая есть в тексте явно представлено это безусловно первый уровень был бы но нужно найти то чего там ну понять чего там в этом тексте нет и это уже более сложная процедура так я уже сказал не всегда подвластная даже прошеклассникам и конечно ее нужно относить ко второму уровню скажите пожалуйста вы как ответили какие профессии в тексте не упоминаются можно скинуть просто номера ответов которые вы обвели первый второй третий четвертый пятый здесь было пять вариантов какие-то профессии бактерии упоминаются какие-то нет можно также последовательностью цифр даже в любом порядке попробовать ответить на этот вопрос 135 спасибо за оперативный ответ то есть если говорить про очистку загрязненных сточных вод производство лекарственных препаратов и борьбу с хозяйственными вредителями то конечно о них в тексте не говорится хотя иногда вот знаете по поводу борьбы производства лекарственных препаратов да некоторые дети пытаются додумать того чего нет в тексте там же вроде говорится о болезнетворных бактериях да я вот знаю что для них используются такие лекарства но этой информации в тексте нет и об этом не спрашивали поэтому естественно что это тот же ответ на этот вопрос правильный там в основном договорится производстве молочнокислых продуктов и немножко перегнули так отлично но знаете как еще можно подловить проверить подловить это я так жестоко говорю конечно но я такую шутку иногда делаю со старшеклассниками которые в себе уверены там на 100% которые гениальны превзошли всех знаете что интересно можно задать вопрос первого уровня но только ответ в этом вопросе поместить например в эпиграфе к тексту вот эпиграфе к тексту не читают практически все и если там есть вопрос есть там информация на которую можно задать вопрос просто проверьте насколько внимательно ученики работают с текстом дело в том что наши же тексты биологические они же не сплошные они как правило составлены из разных кусков много содержат графической информации и вот такие задания на внимательность чтения когда информация вроде простая но она где-то вот в тех местах которые может быть не сразу бросаются в глаза то есть она в неявном виде предъявлена она может вот эти задания могут быть такие достаточно любопытные они детей как-то мотивируют на более внимательное чтение именно текста да и вообще диагностика в этом смысле тоже неплохая получается так третий вопрос приведем список слов обведи номер слова который используется в представленных выше текстах для обозначения бактерий для начала давайте поймем какая-то группа умений опять-таки первая вторая третья ну да ну конечно да моя генадина конечно она первая и кстати опять-таки настолько явная информация весь ответ на этот вопрос он кроется в первом же абзаце первого же текста то есть бактерии одни из самых древних обитателей земли они живут уже более трех миллиардов лет следующее предложение эти микроорганизмы состоят всего из-за одной клетки увидеть их можно только в микроскоп поэтому ни о каком зашумлении информации ни о какой информации в неявном виде здесь не просто не может идти речи она вот предъявлена причем в том месте в котором в котором в общем-то имеющуюся вниманием возможно прочитано с хорошим настроем так что действительно несложный вопрос очень в этом смысле похож на первый возможно даже проще первого хотя там умение проверяется то же самое выявление информации задано в явном виде так четвертое задание четвертое задание у нас связано форма бактерий но биолог не один уважающийся биолог мимо формы бактерий не пройдет обязательно с ней поработает дети слегка похихикают над названиями разных форм бактерий но нормально эмоциональное восприятие очень хорошо но здесь у нас есть фотографии бактерий есть название их нужно соотнести между собой причем в названиях бактерий излишняя информация так ну давайте поймем какая здесь у нас группа умений так Марина Геннадьевна понятно Галина Владимировна вы как считаете спасибо понятно совпадает ответ тоже вторая группа вы считаете так Ольга к сожалению без отчества если можно так обращаться я кстати тоже не люблю когда меня с отчеством называют коллеги особо целым не разводить но Ольга все-таки обиделась что без отчества отвечать не желает да но это конечно вторая группа умений конечно конечно и совершенно понятно а нет ответил да это я не увидел простите пожалуйста да спасибо спасибо а я то тут уже расстроился думаю обидел человека ни за что смотрите очень важная вещь я опять-таки все в русле своей любимой биологии конечно вот работа с рисунком здесь умение сопоставить рисунок и текст спасибо не обиделась это же вот ну крайне важно просто крайне важно и это вторая группа умений безусловно умение сопоставить информацию представленную в двух разных формах мы говорим собственно про текст печатный и мы говорим о графической форме о рисунке значит а вы кстати как ответили какие буковки здесь правильные для ответа какие же формы бактерий здесь представлены на первой и на второй то есть можно вот две буквы подряд как вы отвечали там а б допустим а г видел спасибо так ну как мы часто спрашиваем вклад а есть другие варианты ответа на этот же самый вопрос где-то у нас может получиться дискуссия по этому поводу но очевидно нет других вариантов ответа ну действительно если вы посмотрите на первую фотографию тут соответственно без вариантов это вибрионы и понятно что тут вибрион только один холеры ну и на второй фотографии собственно те кто из детей внимательно читали текст и вот такого рода скопления коков конечно называется стафилококи ну кстати знаете стафилокок от чего название произошло ну кок понятно это бактерия шаровидной формы а вот первый корень стафилос что он обозначает если можно ответьте если вы знаете просто мне очень всегда нравится я думаю вы тоже не исключение иногда докопаться до сути почему собственно назвали так и не по другому и дети тоже очень часто задают такие вопросы почему так называется я покопался в свое время про стафилококок и прочитал что стафилос по моему в переводе с греческого то ли с латинского по моему с греческого переводится как гроздь винограда и вот такие скопления которые напоминают грозди винограда вот собственно назвали таким образом стафилококи шаровидные образования шаровидные бактерии шаровидной формы, собранные в скопления, напоминающие кисть винограда. По-русски бы это, наверное, звучало так длинно. В этом термине все очень коротенько. Хорошо. Дальше. Пятое. Почему для увеличения срока годности молочных продуктов их советуют хранить в холодильнике? Здесь ответ. Нужно использовать информацию из текста. Вот это очень важно понимать, что дети должны именно воспользоваться информацией из текста. То есть вот эта инструкция для того, чтобы получить именно тот ответ, который необходим для диагностики, ими должна быть прочитана очень внимательно. Если они используют для этого что-то другое, но в правилах грамотности чтения такой ответ, даже если он и правильный, в данном случае будет неправильным. То есть еще один пример сразу приведу. Если, допустим, в задании просят подчеркнуть, а ребенок обвел, то в этом случае тоже ошибка. Даже если он обвел правильный ответ. Но инструкцию не выполню. Так. Какое умение, какой уровень здесь у нас? Мы про пятый вопрос, да, говорим? Пятый вопрос. Почему для увеличения срока годности молочных продуктов их советуют хранить? Да, пятый вопрос. Так, коллеги единодушно совершенно отвечают, что это первая группа, да? Так. Но на самом деле, на самом деле, смотрите, я попытаюсь пояснить, хотя я понимаю ваш ответ, почему вы так ответили. Вроде бы, мы берем явную информацию из текста. И, казалось бы, она действительно здесь представлена в явном виде. Если мы посмотрим, то при температуре 3-4 градуса Цельсия их жизнедеятельность практически полностью прекращается. Мы говорим о молочных продуктах, о молочнокислых бактериях. Вот смотрите внимательно. Она очень явная для нас с вами, эта информация, потому что мы понимаем, что в холодильниках выдерживается примерно такая же температура. А здесь про холодильник, поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему, ничего не говорится. Вот именно, что такая температура есть в холодильнике. И эту информацию еще часто называют эта информация для решения различного круга практических задач. достаточно такая жизненная ситуация, почему молоко нужно хранить в холодильнике. Поэтому такого рода задания, когда, во-первых, им нужно понять, какая информация из текста им пригодится, а во-вторых, сопоставить ее со своими фоновыми знаниями, а в-третьих, использовать для решения конкретной практической ситуации, то это, конечно же, информация уже третьего уровня грамотности чтения. И если они отвечают вот так, используя вот этот фрагмент, который я прочитал, то это замечательный третий уровень. Если здесь вопросы есть, вы, пожалуйста, напишите, потому что затруднения, я прекрасно их понимаю, самого периодически возникают именно вот с этим. А я пока двинусь дальше. Шестое задание. Царство бактерий, текст, две группы, дополни схему и приведи примеры. Так, ну вот здесь у нас в одном задании их на самом деле два. Первое, нам нужно понять, какие же здесь две группы. Второе, это привести собственные примеры, привести примеры для каждой из групп. То есть это два задания в одном. Но могу сказать, что оба они проверяют уровень один и тот же. Как вы думаете, какой? Спасибо. спасибо. Ну наконец-то. Ну вот прям я счастлив. Счастлив, потому что у нас есть разные мнения. Отлично. Итак, значит, если говорить об этом задании, ну давайте немножко разберемся, что же им требуется сделать. Ну, во-первых, однозначно им нужно работать с текстом. Фоновые знания здесь для них в принципе не нужны. Я имею ввиду то, что за пределами текста. То есть на какие две группы автора текста делят бактерии? Давайте посмотрим по тексту. Совершенно понятно, что ответ на этот вопрос он скрывается в первом тексте, там, где дается такая достаточно общая характеристика бактерий. То есть используются слова, которые вполне понятны детям и приводятся примеры, которые тоже им понятны. То есть среди бактерий есть много паразитов, которые могут вызвать опасные заболевания, например. Или второй, но существует много и бактерий-помощников. Вот на самом деле внимательный читатель совершенно точно обратит свое внимание на эти два момента. На то, что автор противопоставляет первую группу, первый абзац, не первый в тексте, но тот, который я прочитал, и последующую информацию. То есть он эмоционально как-то выделяет это. То есть остается только понять, что в дальнейшем тексте ни о каких других группах бактерий, кроме как об этих собственно не говорится. то есть и примеры здесь совершенно явны. Они явлены буквально в этих же абзацах. И единственная здесь сложность, конечно же, здесь нужно уметь обобщать детям, уметь делать обобщение на основании этой информации, уметь сравнивать. И поэтому задания вот такого рода, они относятся ко второму уровню грамотности чтения. такая, ну да, это интерпретация своеобразного текста, его понимание, связывание разных его кусков для ответа на вопрос, для понимания того, как нужно на этот вопрос ответить. Так, но если здесь тоже возникают вопросы, пишите, пожалуйста, везде, где что-то непонятное, я с удовольствием отвечу. Ну и наконец, у нас последнее, седьмое, на упаковке молока Карина увидела надпись. Так, ну давайте теперь поймем последнее, вот наше седьмое задание, что оно проверяет, какую группу умений, какой уровень читательской грамотности. второе я увидел, третье и Галина Владимировна, вы как считаете, третье. Спасибо. То есть все три ответа, мне очень нравится, что опять у нас есть разные точки зрения, то есть есть что пообсуждать. Ну, давайте поймем. Значит, что означает надпись молоко питьевое пастеризованное, что для этого нам нужно, собственно, какую информацию использовать. В тексте, который, это уже второй текст, вторая часть текста, простите, изучение бактерий, значит, у нас есть ну, такое предложение. С именем пастера связан и способ обеззараживания молочных продуктов, пастеризация. То есть это прямая связь с фамилией пастер. Дальше. Значит, нам нужно понять, что означает надпись молоко питьевое пастеризованное. Ну, правильный ответ, какой здесь, как вы думаете, тоже цифры, пожалуйста. правильный ответ в этом вопросе. Так, увидел второй. Еще есть какие-нибудь варианты, кроме второго? Второй. Второй. Да, конечно, совершенно правильно, это второй уровень. Причем, обратите внимание, что в тексте для того, чтобы ответить на вопрос номер 7, нам нужно, точнее, детям нужно связать несколько вещей. Ну, во-первых, пастеризация, во-вторых, описание того, что это такое, нагревание продуктов до 70-80 градусов, и третье, то, что при этой температуре погибают микроорганизмы, то, что их, ну, и так далее, да, пастеризованные продукты хранят при, там, кстати, есть указание на пастеризованное молоко, но вот здесь в ключах к ответам на вот это задание приводится третий уровень грамотности чтения по той причине, что здесь вот эту информацию ребенку нужно не только вычитать из текста, она в тексте есть, но и применить ее, ну, как считают для решения вполне практической жизненной ситуации. Хотя у меня на самом деле есть определенные сомнения по поводу уровня именно этого, то есть такая искусственная привязка по поводу практического применения этих знаний, она здесь достаточно такая уж слишком прозрачно и даже в тексте указывается пример пастеризованного продукта молоко, пастеризованное и далее все это вычитывается из текста, но тем не менее, как правило, задание практической направленности, когда нужно использовать полученные вычитанные знания, информацию, значит, их относят к третьему уровню грамотности чтения. Ну, собственно, детей-то учим не для того, чтобы они там пятерки у нас получали или на результатах диагностики показывали отличные результаты, для того, чтобы они в жизни умели эту информацию где-то взять, знать, где взять, знать, как взять, брать из разных источников и использовать для решения своих практических бытовых производственных ситуаций. Так, ну, вот это очень кратко, конечно, здесь практически на каждом из вопросов можно было бы поподробнее остановиться и поговорить об этом, но я очень надеюсь, что в дальнейшем будет предоставлена возможность пообщаться, но надеюсь, что наша очень короткая встреча была полезной, если есть вопросы, у нас есть чуть-чуть времени, вы могли бы их написать и я бы с удовольствием конечно на них ответил, вопросы может быть связаны с этими заданиями к тексту бактерии, может быть они появились в результате первой части в результате монологического выступления. Спасибо. Коллеги, а вообще вот для вас я сейчас самый плохой вариант окончания урока вам представлю, знаете, как рефлексию проводить с детьми. А было для вас что-то новое в том, что мы сегодня с вами обсуждали. Ага, было пассиво Галина Владимировна, было так, ну все, теперь я собственно считаю, что не зря прожил жизнь и собственно хотя бы своим замечательным слушателем вебинара что-то донес новое и интересное. Так, ну если вас будут интересовать какие-то подробности, может быть даже не обязательно связанные с читательской грамотностью, а связанные с биологией, с тем, о чем я вам сегодня говорил, я работаю в гимназии универс, то есть можно обратиться туда, ко мне, а как-то свои контакты я не могу представить, да, вот сейчас здесь, да, есть, да, а, все это есть, то есть можно на электронную почту либо каким-то способом, то есть можно вполне со мной связаться, я с огромным удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Да, вот это моя электронная почта, да, на нее можно лопу, да, лопу, не